Уважаемые студенты! Добрый день! У нас сегодня вторая лекция и тема номер два, которую я сегодня хочу представить, это Юго-Восточная Азия в новое время. Через 100 кадров запишите. В принципе у нас срочно два вопроса, которые мы с вами разбираем. Это Индонезия и Индокитай в новое время. Если мы говорим о этих странах, то на данный момент это густонаселенные страны нашей планеты, которые ввелись в технологический прогресс и в капиталистические отношения. Но идут каким-то определенным своим путем. Для того, чтобы понять, что это, мы попытаемся, для того, чтобы понять, почему они идут своим путем, мы попытаемся, конечно, рассказать его. И надеюсь, что вы поймете через нашу лекцию, через историю этих стран, что представляла собой Индонезия и Индокитай в новое время. На карте, которую я вам сейчас показываю, Индокитай, Индонезия это вот эти острова, и Индокитай и этот регион между Китаем и Индией. Практически весь этот регион очень интересен с точки зрения влияния великих держав, как в древности, так в среднем векове, а потом еще и в новое время. История Индонезии и Индокитая, она, прежде всего, характеризуется тем, что, начиная с XVI века на эту территорию начинают проникать европейцы. И фактически вся история этих регионов состоит в том, что местные племена и местные княжества, они борются с европейцами. А европейцы постепенно, постепенно расширяют свое влияние до полной колонизации. Ну, время проникновения европейцев в Индонезию это 1512-1602 года. Именно в этот, запомните и запишите эти хронологические рамки, именно в этот период впервые португальцы и голландцы, которых мы еще называем страной Нидерландия, они оказались вот на этой территории. Надо сказать, что голландцы сейчас, государства Нидерланды отказались от названия Голландия, потому что она ассоциируется с жестокими колониальными войнами, которые ввел этот народ, с другими народами, и они просят сейчас себя называть Нидерландцами. Но, сам по себе, что представляет собой вот это проникновение? Надо сказать, что Нидерланды одним из самых первых пережили такую буржуазно-капиталистическую революцию, которая, это самая первая страна, которая это пережила, и естественным образом те производственные отношения, которые наступили после этого, те барьеры, которые были убраны после этой революции, позволили стране стать за очень короткий период, несмотря на маленькую территорию, одной из самых влиятельных, богатых и сильных государств, каковым остается и сейчас. То есть, вы можете себе представить, что на протяжении практически восьми веков Голландия уже живет при капитализме, тогда, когда мы на эту стадию переходим только сейчас, на протяжении тридцати лет, во последних двадцати четыре лет. И естественным образом голландцы уже в то время, когда технологический прогресс только-только начал проявляться, они оказались очень сильными. Но помимо этого, начиная с 14 века, две страны, это Португалия и Испания также продолжали свои, во-первых, с одной стороны, географические открытия для европейцев новых стран. С другой стороны, португальцы и испанцы, они захватывали эти страны. И что же влекло нидерландцев, португальцев, испанцев, чуть позже англичан и французов в эти страны? Прежде всего, это новые высоколиквидные товары. Ну, давайте вот... Московское государство, оно расширялось в сторону Сибири, сколько не усилен государства, а сколько усилен промысловиков. Вот эти промысловики, они занимались охотой на пушного зверя и проникли сначала в Западную Сибирь в 17 веке, а потом же дошли до Восточной Сибири и до Дальнего Востока, охотились на этого пушного зверя. Пушной зверь позволял, был в то время высокогидным товаром, фактически наряду с золотом. То есть, он заменил шелк после Средневековья. Обладание большим количеством вот такого товара, оно позволяло тому или иному человеку считать себя богатым человеком. Точно так же и в Европе. Там всегда играли очень большую роль пряности и всякого рода специи, которые добавили новый аромат в пищу. Но самое главное, в то время не блоховодили их. Специи, помимо соли, они выполняли роль консерваторов. И та жизнь, которая наступала в 17-18 веках с доминантой роскоши, она требовала вот этих новых специй, новых пряностей, новых товаров. И европейцы, часть европейских промысловиков, они отвечали его тем, что стремились на новую территорию, на другую часть планеты, чтобы привести все обладание мешками с пряностями, мешками с различного рода экзотическими товарами. Тело человека помимо денег, это фактически, это были финансовые услуги, помимо денег, очень богатым человеком. В перечне богатых людей, в перечне богатств у португальцев и испанцев в тот момент считали, например, наличие творца, наличие там такого-то количества дукатов, там нескольких тысяч, там сотен тысяч дукатов. Ну и помимо этого, там 50 мешков со специями, 50 мешков с пряностями и так далее, и так далее. Вот эти новые товары высоколиквидные, которые практически приравнивались к золоту и влекло европейцев в совершенно другую часть, в совершенно противоположную часть планеты от этих стран для того, чтобы добыть их. И они натыкались здесь на небольшие княжества. Государственное образование на территории Индонезии и Индокитая – это уже эпоха раннего железа. В Индокитае всегда было большое влияние Китая. И именно по их модели, по их лекалам там формировались первые княжества, первые государственные объединения. В Индонезии влияние Китая было меньше, но все равно такое естественное превращение племенных советов в государственное объединение, большие княжества там тоже происходили. Поэтому, когда европейцы в 16 веке прибыли на территорию Индонезии, на Индонезийские острова, они наткнулись на вот эти племенные объединения, которые уже знали прелести торговли, хотели увидеть европейцев, хотели получить тоже очень интересные вещи, которые могли привести европейцы. И сначала их взаимоотношения были вполне мирными. Одним из самых первых, кто приступил сюда – это португальцы. В 1912 году португальцы проникли на территорию Индонезии, и первым командующим португальцев был Антонио де Абрео. Именно он проник на территорию острова Тернате, это один из самых больших островов на территории Индонезии. Островов там, по-моему, очень много. Некоторые насчитывают чуть ли не до тысячи, если бы мелких или крупных. И оттуда привез первую партию местных пряностей. И в этот момент он сыграл определенную роль. В Португалии начали экспедиции в Индонезию, в Португалии. Они стали очень популярными. И, естественно, сюда начали отправляться все новые и новые экспедиции. Следующим островом, на котором они начали и торговать, и попытались сформировать свою фрактурию, это был остров Малука. И именно там португальцы впервые вступили в соперничество с испанцами, которые закрепились на этом острове в 1526 году. И постепенно, постепенно, вот в этот период между Мадридом и Лиссабоном началось соперничество за эти острова. Португальцы и испанцы пытались закрепиться не только торговыми факторами, но и военными базами. Небольшими военными гарнизонами, как бы сейчас сказали бы на этой территории. Но скоро Лиссабон и Мадрид, они поняли, что территория огромная, людей там много, все это можно потихонечку поделить. Поэтому был заключен в 1929 году в Сарагусский договор, с помощью которого они эту территорию поделили. Но у нас очень мало времени для того, чтобы вот так подробно все это рассказывать. Самые основные побудительные мотивы я вам уже расскажу. Я хотел бы обратить внимание на следующие вещи, на следующие события. Фактически уже к середине 16 века, значит, в середине 16 века португальцы и испанцы были потеснены нидерландцами. И уже к началу 17 века, в 1602 году была основана нидерландская постиндийская компания, которая по своему финансо-экономическому потенциалу превосходила и британскую такую же компанию, и португальскую, а чуть позже и французскую. И нидерландцы постепенно начали проникать на эти территории, отвоевывая их и португальцев, и испанцев. К 1610 году нидерландская постиндийская компания начала создавать административные структуры здесь. И эти административные структуры сохранятся вплоть до начала 20 века. И практически весь период господства Нидерландов над Индонезией почти до 1942 года. В чем суть его состоит? Помимо основной европейской структуры административной, которая там была, вот на этой территории, где был руководитель этой компании, это были полицейские структуры, административные структуры, армейские структуры, которые занимались наведением порядка европейских колоний. В союзные им, на самом деле, вассальные племенные союзы, они послали своих резидентов. И эти резиденты практически все это время правили вот этой территорией и решали все вопросы вместе с племенными вождями. Все это решалось как на уровне пряников, то есть их одаривали, им давали различного рода европейские ресурсы, их дети уже в то время возились в Европу и познавали европейскую культуру. Но и с другой стороны, конечно же, это был пляник, это военное давление нидерландов, там всегда содержался очень большой военный контингент. Ну надо сказать, что к концу 18 века остроиндийская нидерландская компания, она начала переживать финансовые проблемы. Поэтому специи и пряности, которые были очень ценны в 14, 15, 16, 17 веках, они к этому времени начинают терять свою ценность. Дело в том, что европейцы привезли в Европу семена и начали их выращивать прямо там. Поэтому в 1498 году нидерландская социальная компания полностью обанкротилась и здесь, на территории будущей Джакарты, образовался новый административный центр нидерландцев, которая фактически занималась всеми этими вопросами управления территорией Индонезии. Вот всю эту структуру после ликвидации в 1498 году нидерландской остроиндийской компании назвали Батавская республика. И вот эта Батавская республика, которая напрямую подчинялась нидерландам, она и занималась всеми этими вопросами. Прямая зависимость от нидерландов, она проделась от 1798 года вплоть до 1942 года, вплоть до оккупации Индонезии японцами. Кроме краткого периода, это 1798-1824 года, в этот период на территории Индонезии проникли британцы. Дело в том, что это было связано с войной с Наполеоном. Наполеон Бонапарт послал сюда своих наместников. И Голландия, и французы были союзниками в этой войне. Британцы, естественным образом, воевали вместе с другими против них, поэтому им удалось на короткий период проникнуть на эту территорию, особенно после того, как был разгромлен Наполеон Бонапарт, и установить свою администрацию. Но после 1924 года Нидерланды снова восстановили свое административное господство на этой территории. Это вот то, что хотел бы я на основные моменты обратить внимание здесь. Что касается, у нас совсем мало времени осталось, что касается Индокитая. Индокитай это территория Вьетнама, Лаоса, Хамбоджи, Таиланд, Цианг, Бирмун, включая этот регион вот сюда, в этот регион. И она всегда была местом влияния именно французов. Французы впервые проникают на эту территорию в 18 веке. Надо сказать, что до 18 века Вьетнам представлял собой так называемую империю династии Ли. Есть Ли, это очень знакная фамилия, Денгри Беди. Ли есть, была знакная фамилия на территории Кореи, есть китайский Ли подразделяя, и есть вьетнамский Ли. Но на самом деле территория Вьетнама в тот период, она подразделялась на две большие княжества. Это княжество, северная часть Вьетнама подчинялась княжеству Чин, а южная часть Вьетнама подчинялась княжеству Нгуен. И Чин и Нгуен формально подчинялись императору Ли, но каждый из них пытался создать свою объединенную империю. Само собой, они вынуждены были борьбать друг с другом. Все это привело к тому, что обе эти княжества терпели определенные финансовые, экономические, военные трудности. Этим воспользовалась еще одна, уже будущая династия Тайшонов. Тайшоны жили на территории Южного Вьетнама, одни подняли восстание. Братья Тайшон, они были во фитошках христианами. Им удалось фактически полностью вырезать южно-вьетнамскую династию Нгуен, кроме одного наследника, 15-летнего Нгуен Фук Аня, которому удалось спастись бегством. И он укрылся в миссии, во французской католической миссии Пеньон де Бен, епископ Адранского. У епископа Адранского. Вот все это привело к тому, что Нгуен Фук Ань попал в руки французов, и его начали поддерживать как одной из законных сил на территории Вьетнама. С помощью него происходила дальнейшая колонизация. В 1784 году Нгуен Фук Ань попросил покровительства у Франции. Все это привело к тому, что в 1787 году епископ Адранский от имени Нгуен Фук Аня подписал с Францией соглашение, вошедшее в историю под названием Версальского договора. Не путайте с Версальским договором 1918 года. Согласно этому договору Нгуен Фук Ань поступал французам на ряд территорий, даровал французам монополию, но и естественно можно за поддержку и возвращение себя на княжеский престол. В конце концов Франция передала в руки Нгуен Фук Ань военный отряд в 1650 человек. Эскадры из пяти кораблей, там конечно были только французы, там были и местные. И в конце концов все это привело к тому, что французы оказались господствующей политической силой внутри вьетнамских политических смуток и вскоре захватили весь Вьетнам. Все это привело к тому, что Вьетнам дважды воевал с Францией. В 1858 по 1862 год и в 1883-1884 годах завершились поражения национально-вьетнамских сил. С этого периода Вьетнам вплоть до завершения Второй мировой войны является колонией Франции. Через территорию Вьетнама и с помощью вьетнамцев, в том числе французы, смогли захватить весь Индокитарь. Кроме Таиланда. Именно Таиландцам удается сохранить свою независимость. Все остальные страны оказались под влиянием Франции. Конечно, вьетнамцы одним из самых первых объединились в национальное движение. Надо сказать, что они неоднократно поднимали восстание. Одним из самых первых восстаний было восстание Кан Вин Онг. Регент Тон Тхан Тьюк еще в 1885 году, после окончательного поражения Вьетнама от Франции, поднял восстание чиновников вьетнамских мандаринов, которые организовали движение Кан Вин Онг. Но оно потерпело поражение, и Тон Тхан Тьюк пришел сбежать в горы. И в конце концов французам удалось за достаточно короткое время, в течение одного года, разгромить это восстание. Семнадцатого октября 1887 года французские владения Витой Китая были объединены в Едино-Индо-Китайский союз, который получил короткое название Французский Индо-Китай. И находились полностью в ведении Министерства-колоний Французской Республики. Что можно сказать о дальнейшей истории? Через Вьетнам велись франко-сиамские воины, которые к 1934 году привели к тому, что Сиам практически потерял свой суверенитет. Самый последний договор межгосударственный был договор 1907 года, в результате которого Сиам практически перестал существовать в современном объеме, и она вошла в состав французских французских. Одним из самых крупных нехоммунистических восстаний против французов это было восстание Иеманское восстание 1929 года. Для того, что во Вьетнаме была создана национальная партия, вьетнамский Генгендан ее называют, в результате которой вот это восстание, оно смогло объединить вьетнамскую политическую элиту того времени и поднять восстание 10 февраля 1930 года. Многие вьетнамские солдаты, которые служили французам, подняли, перешли на сторону этой партии, но, однако, за очень короткий период, буквально в течение двух месяцев, все это движение было разгромлено, партия тоже была разгромлена, все руководители национальной партии Вьетнама были казнены. И вот с этого периода Иеманское восстание, оно важно тем, что именно с этого периода постепенно поднимает голову и укрепляется коммунистическая партия Вьетнама, которая правит этой страной до сих пор, проведя определенный рифрон. И компакт Вьетнама с этого периода помогает руководство третьего интернационала, который находился в Москве. Но это уже совсем другая история. Спасибо за внимание. Надеюсь, что мы снова встретимся с вами на нашей следующей лекции. До свидания. Слава Богу! Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...